На фестиваль театралы ехали со всем своим добром. Декорации, реквизит, костюмы. Видновчане привезли даже забор. На суд-джюри они решили представить деревенскую комедию Елены Венедиктовой «Любовь зла» или «К гадалке не ходи». Сцена чужая, незнакомая, а потому при подготовке возникало много вопросов. Куда забор-то ставить? Оттуда начинаем. Вот нельзя было здесь один поставить. Они одинаковые все. И вот спектакль начался. Это в своем Доме культуры народу порой столько, что стулья приходится добавлять. Здесь зрителей немного. Зато жюри внимательно смотрит и прислушивается к каждому слову. И актеры, ожидая своего выхода, волнуются не только за себя, но и за тех, кто на сцене. С пяти утра круги вокруг вашего дома нарезать. А нелегко тебе, Петровна? Ох, нелегко! Это ж труд-то какой! Ночью всех в дискотеке встретить, с утра она опять на посту. Ежегодно на фестиваль съезжаются творческие коллективы из разных уголков Московской области, а также из соседних регионов. Программа фестиваля традиционно очень насыщена. В течение всех трех дней проводятся конкурсные показы театральных постановок. Это разножанровые спектакли, драмы, трагедии, комедии. Мы стараемся искать, сами приглашать со всей страны, из Московской области, какие-то интересные коллективы, которые не вписываются в обычный формат зрителей. Чтобы не были у нас такие спектакли на прошлом фестивале, не на этом все. Вчера последних два спектакля таких были, которые, может быть, не всем 100% зрителям понятны, но интересно. Уже в первый год за гранью софитов собрал столько участников, что из фестиваля местного уровня перерос в областной. А нынешний год показал, что эта творческая площадка готова получить статус всероссийской. Твит приезжает сюда во второй раз. Юмор и сатиры всегда хорошо воспринимаются любым зрителям. Жюри очень нравится смотреть комедию, потому что постоянно сидеть по 10 спектаклей в день, не отсматривать что-то очень тяжелого, что нужно пропускать через себя, а задумываться, конечно, очень тяжело. Когда комедия, она как-то бодрит. Главный секрет в выходе актера на сцену – иметь обаяние и заразительность. Это та энергия, которая попадает в зал. Большая часть фестиваля прошла вне сцены. На улицах Красногорска сотни людей в ярких костюмах шествовали с музыкой, что очень напоминало старинные карнавалы и привлекало случайных прохожих и тех, кто специально приехал на этот праздник театрального искусства. Завершился фестиваль подведением итогов и награждением победителей, среди которых оказались и видновские театралы, получившие диплом за первое место в номинации «Герои нашего времени». В народе летим! Близ! Берегите себя в другой славе и каталки! Их от них! И это отличный стимул к новым идеям и новым свершениям. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.